Доброе утро! Давайте продолжим разговор о том, на каком основании строить наш успех. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на том, что для того, чтобы добиться успеха, помимо всего прочего, много чего надо, главные такие краеугольные камни, которые лежат в основании успеха, это прежде всего знание, знать. Во-первых, знать, что есть такая возможность, как сетевой бизнес, что с помощью этого бизнеса можно кардинальным образом поменять свою жизнь. Знание нужно, причем знание не поверхностное, не извращенное, не полученное от одной бабушки на скамейке, серьезные, основательные, глубокие, которые дают более-менее объективную картину. Во-вторых, надо знать, как работает этот бизнес, как он устроен. Все это делается по ходу, когда ты уже начал. И, наконец, знать, почему именно тебе этот бизнес подойдет, почему именно ты должен заняться сейчас, в твоих условиях, твоих обстоятельствах, в жизни, почему сейчас, несмотря на всякие твои другие увлечения, интересы, хобби и прочее, прочее, почему сейчас ты должен спасаться, используя этот невероятный инструмент для спасения. Ведь большинству людей нужно просто спастись, просто избавиться от долгов. Меня позавчера спросила одна женщина, мы проводим сейчас в Крыму спецтренинг, и одна женщина из моих курсантов спросила, говорит, Олег Ильич, а вот у людей есть призвание к чему-то, какие-то таланты. Не все же должны заниматься сетевым бизнесом. Конечно, нет. Конечно же, нет. Я думаю, что я тоже не предназначен для того, чтобы заниматься сетевым маркетингом. Музыканты, художники, люди творческих профессий, люди, которые призваны воспитывать и расти детей, без денег, без свободы, без возможности иметь постоянный пассивный доход. Страшно выговорить даже эти слова. Он просто часто ни на что не годит. Он не может реализоваться никак. А имея такой доход, нужно и проповедовать, можно и рисовать, можно писать стихи, можно путешествовать, можно все, что угодно делать. Два, три, четыре, пять, сколько надо тебе лет, построи такой бизнес, заработай денег, настрой систему, чтобы она давала тебе прибыль постоянно без твоего участия, и вот и все. Потому что это заложено в слове «знать». Если ты знаешь, что такая возможность есть, то почему бы тебе несколько лет своей жизни не посвятить этому бизнесу? А потом, возможно, выяснится, что это твое призвание. Итак, первое – это знание. Знать. Важно знать. Второе – без чего. Ничего не произойдет. Самое главное. Много чего надо, повторяю. Но краеугольный камень, основание – это желание. Хотеть. Жаждать. Страстно хотеть. Страстно желать. Да-да-да-да-да. Да-да-да. 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 Да-да-да мурашек хотеть. Хотеть так, чтобы аж зубы сводило. Когда у тебя есть такое желание, ничего, ничто не может служить преградой. Через все человек перешагивает, стремясь к тому, о чем он страстно мечтает, хочет. Без чего он не может существовать. Вот. Значит, жажда, она позволяет все узнать. Жажда, желание заставить все выучить. Заставить перестать лениться. Если человек хочет, слово «лень» отсутствует. Если человек хочет, слово «лень» отсутствует. Слово «лень» исчезает, если человек хочет по-настоящему. Вот ответ на вопрос. Олег Горьевич, а как мне себя мотивировать? Олег Горьевич, а как мне вот убить свою лень? Олег Горьевич, а как мне свою задницу поднять и начать что-нибудь делать? Олег Горьевич, помотивируйте меня, спонсор, давай скажи мне какие-нибудь слова, чтобы я начал. А я вот никак не могу начать. Причина одна. Нету желания. Как правило, все слова, которые я сейчас произношу в интернете, в литературе, на тренингах, на всяких разных семинарах произнесены уже миллиарды раз. Они затерты до дыр. Их страшно говорить. Но, тем не менее, это истина. Если человек хочет, преград нет. Все эти байки про то, как человек хочет в туалет, ему надо помочиться, извини за выражение, а он находится в неподходящих условиях, то надежда на то, что рассосится никаких, это понятно. И поэтому человек ищет, ищет. Его стремление, его желание настолько сильное, что он все равно найдет. Он все равно найдет возможность удовлетворить свою потребность, свою нужду. Это уже, об этом даже и говорить как-то неловко. Но довести свое желание до, желание преуспеть в этом бизнесе вот до такого, когда ничто тебя не может остановить. Когда ты не просто знаешь, хочешь, ты просто знаешь, что ты все равно добьешься, потому что ты так хочешь. У тебя такая внутри жажда, такой огонь, такой энтузиазм, такая страсть тебе кипит, потому что ты хочешь, хочешь. Поэтому тебе пополам все равно, кто что говорит, кто что думает, кто как реагирует, почему они подписываются, другие не подписываются, хотят, не хотят, верят, не верят. Тебе все равно, все равно. У тебя должна быть жажда. Вопрос только, где взять эту жажду, где взять желание, как его в себе возгреть. И вот он ответ. Этот ответ пришел ко мне не сразу, в результате длительного практического опыта. Слово «опыт» сказал и вспомнил историю одну. Один успешный, богатый, опытный, старый, богатый сетевик отвечает на вопросы новичка. И тот его спрашивает, скажите, вот вы такой крутой, такой успешный, как вы преуспели, в чем причина вашего успеха? Он говорит, ну, друг мой, правильные действия. Только правильные действия. Правильные действия. Новичок записал, молодой. Хорошо, а вот как научиться делать правильные действия? Ну, это только опыт. Это опыт, 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 опыт и только опыт. Записал. А где вот взять этот опыт? Ну, это неправильные действия. Это неправильные действия, неправильные действия. Потом появляется опыт. А из опыта появляется правильное действие. Из правильных действий появляется успех. Итак, опыт приобретается в результате ошибок. Великий гений Александр Сергей сказал Пушкин, И опыт – сын ошибок трудных. Опыт – сын ошибок трудных. Трудные ошибки придется совершить, чтобы получить опыт. Лучше, конечно, использовать чужой опыт. Это будет правильнее. Так вот, чужой опыт, мой опыт для вас чужой. Если вы его будете перенимать и делать, как говорит опытный человек, то вам будет проще достичь успеха. Если вы будете точно знать, что этот бизнес супер, что он подходит для вас, как он работает, как он устроен. Если вы поймете все нюансы, а дело ведь в детальках, в нюансах. Я точно знаю, что более 90% людей, миллионы людей, которые занимаются системой бизнеса, они недопонимают всех тонкостей, поэтому у них нет успеха. Они на слово «знать», на этот глагол «знать» не имеют ответа. Они думают, что они знают, а на самом деле не заблуждают. Вот в одном из следующих роликов, через один, я постараюсь вам сказать, что же за главный секрет. Так вот, вернемся к слову «хотеть», «жаждать», «хотеть», 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 «хотеть». Чтобы хотеть, надо захотеть. Хотеть. А как захотеть? А оно само не падает, это желание. У некоторых бывают такие обстоятельства, так все в течение обстоятельств, условия, свойства личности, значит, время, ну все складывается, что очень удачно. И человек стартует и все делает правильно, потому что у него это желание присутствует. Долги. Как я помню, один говорил, в 96-м году, когда я только вступил, он в компанию «Гербалайф» приехал, рассказывал историю свою, говорит, я, ну, время бандитское было, 90-е годы, он говорит, я занял в 94-м году 4-5 тысяч долларов для того, чтобы начать бизнес в компании «Гербалайф» у бандитов под 65% в месяц. И к концу месяца, значит, там они меня повезли, я не мог отдать деньги, они меня повезли за город, значит, какое-то озеро, взяли за ноги и макали меня в это озеро головой. Обещает меня, требует меня обещание, что я деньги отдам. И во мне, говорит, вспыхнуло такое дикое желание отдать эти деньги, что я, говорит, распродал этот весь продукт на 4 тысячи долларов, купленный квалификацией супер-вайдовской, там, за несколько дней. Я так сильно хотел, чтобы все это распродалось. Жажда, желание сильное. Откуда взялось, ну, это уже другой вопрос. Хорошо, чтобы вас не макали головой в озеро, но для того, чтобы преуспевать, желание все равно придется иметь. Где его взять? Вот тут я понял, опираясь на свой опыт, возвращаясь в свой опыт. Желание само не падает. Как правило, в 99 случаях желание нужно в себе возгревать. Вызывать в себе желание преуспевать, зарабатывать, достигать своих целей, мечт, там, и так далее, нужно в себе культивировать. Над этим нужно работать точно так же, как вы работаете над списком знакомых, над своим собственным сайтом, как вы работаете над изучением каких-то, о своих каких-то навыках в бизнесе, как разговаривать, как звонить, как приглашать, как там-то все, вызывать в себе желание, точно такой же, наиболее важный, пожалуй, фундаментальный навык, который необходим для успеха. Каждый день нужно с собой работать, чтобы вызвать в себе желание на сегодняшний день выполнить свою работу. Нужно разозлиться, нужно вдохновиться, нужно наполниться какой-то энергией, нужно молиться, нужно читать нужную литературу, нужно смотреть нужные видеоматериалы, нужно смотреть нужные фильмы, нужно разговаривать с нужными людьми, нужно, 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 нужно вызвать в себе огонь, желание поджечь его и разжечь, разжечь, разжечь и быть готовым. Сегодня, завтра, послезавтра, в течение месяца, года, сколько бы ни было, в желании, страсть, подогревать, цель, мечта, картинки, видео, звуки, значит, фотографии. Я не знаю что, каждый сам с собой. Кому-то надо отомстить, кому-то доказать, кому-то там продемонстрировать, но вызови все, что тебя колбасит, трясет, пойми, что тебя задевает за живое, мама, папа, дети, вылечить ребенка, поехать на джамалунгму, я не знаю что, у каждого свое, своя мотивация. Но если вы не научитесь вызывать в себе желание и быть в этом желании каждый день, ничего не получится. То есть вызывать в себе огонь, страсть и желание преуспеть в этом деле, это часть работы, которая требует знаний, времени и усилий. Если вы будете этому отдавать, уделять время, значит, вы обязательно преуспеете. Завтра расскажу, что значит третий пункт, основной. И так, подведем итог. Успех стоит на трех основных фундаментальных камнях. Первый это знать, второй это хотеть. Желаю вам удачи.